Здесь, по этой стороне движения, это адрес Екатерининская, 17, здесь парковщики незаконно паркуют авто, требуют за это 5 гривен стоянки в час, как это уже сказали сам парковщик и все остальные. Перед перекресток, как проезжать и перекресток, сразу висит знак 334, который предполагает собой остановка стоянка запрещена, здесь в принципе запрещено останавливаться, парковаться любому автомобилю, но парковщиков это не смущает, они нагло паркуют, берут за это деньги, вот мы видим, припарковалось авто, но парковщика нет, парковщик уже сбежал, кстати, второй сидит на перекуре. Это происходит регулярно, ежедневно, они всех сюда паркуют, без разницы, обращался в полицию, полицейские неоднократно задерживали их, неоднократно выписывали протокол по части 1 статьи 164 административного кодекса, это незаконная хозяйственная деятельность. Но, как видим, им все равно, они по сегодняшний день продолжают. 15 сентября 2017 года я в очередной раз просто проходил мимо, думал, вроде как уже закрылась эта лавочка парковщиков, но к сожалению нет. Я остановился, достал телефон, начал фиксировать это все на видео, тут подходили парковщики, пытались что-то со мной поговорить, что-то снимаешь и все остальное. Буквально там прошло полчаса, подошел ко мне мужчина, я его раньше видел, видел его рядом с парковщиками, и безусловно это заинтересованное лицо. И я предполагаю, что это их начальник, поскольку неоднократно даже видел, как они зазванивались, он здесь рядышком находится всегда. Он подошел ко мне, и цензурной броней начал меня ругать, обзывать, сказал, что мне переломают все, что можно, если я не перестану делать видеофиксации, писать заявление на них и тому подобное. То есть, начал угрожать физической расправой, над ругательством и всем остальным. Я после этого сразу же пошел в отделение полиции, написал заявление, сразу же участковые вместе со мной пришли сюда. Я написал два заявления, оно будет в одном производстве, это факт незаконной хозяйственной деятельности и угрозы в связи с этим. Поскольку это в любом случае заинтересованное лицо, потому что оно пришло мне говорить, что я мешаю им работать на парковке. Хотя парковки здесь в принципе быть не должно, ни одного знака правильно установленного нет, ни одной разметки, которая должна быть здесь не установлена. Парковщики показывали их план, он не соответствует, данная парковка, которая у них по плану, это по левой стороне, со стороны Екатерининская, 14, она не соответствует техническим возможностям. То есть, соответственно, эксплуатировать ее нельзя, пока не будут устранены все неполадки. Ни одного знака, ничего нет. В конце этого перекрестка, по которой в сторону паркует парковщик автомобиля, висит знак, что это полоса движения. Этому всему есть соответствующая разметка на дороге. Улица это Екатерининская между Дерибасовской и Лонжероновской. То есть, по правую сторону висит знак 334, остановка стоянка запрещена. А по левой стороне она просто технически не оборудована. Как показало решение Одесского гурсовета, я сейчас зачитаю. Конкретные места для паркования транспортных засобей позначаются шляхом установления дорожных знаков и нанесения дорожной разметки сгидно с правилами дорожного группы. Если мы откроем правила дорожного движения, там написано четко, что обозначением парковки должен быть соответствующий знак парковки. Его нет. Дальше. Если это платная парковка, соответственно устанавливается еще один дополнительный знак, что это платная парковка. Его тоже нет. Как ни на одной стороне, так и на другой. В принципе. То есть, здесь ее не должно быть. Один паркомат здесь, парковочный мест, гораздо больше, чем здесь. Ни одного знака впереди. Это по левой стороне. По правой стороне, когда они паркуют здесь. Полоса для движения здесь в принципе не должно быть никакой парковки. Они в принципе не должны брать денег. Дальше. Ни один из них официально нетрудоустроен. Это вот один из них. Он сам же и сказал. Когда пытались выйти на начальника этой парковки, он просто стал удалять номера телефонов. Прямо при полицейском он достал телефон и начал удалять номера телефонов. То есть, связаться с начальником или с кем-либо из руководства данных парковщиков не получилось, не смогли. Вот одного парковщика задержали. Мы поехали в отделение приморской полиции. На него составили протокол. Выписали все. То есть, как бы он уже должен был... Ему участковый рассказал, что здесь нельзя работать, здесь нельзя вести хозяйственную деятельность. Вы никто. Все. Ваши документы, они не соответствуют установленной парковке. Вы не имеете права здесь работать. Что он сделал? Я просто следом вышел, обошел с другой стороны, вернулся. Ровно пять минут он дошел сюда и дальше стал продолжать работать. Просто полиция не имеет абсолютно никакого влияния на них. Здесь каждый день проезжает огромное количество патрульных автомобилей. Это центр города. Все просто проезжают мимо, даже когда видят, при мне проехало пять патрульных машин. И так получилось, что при каждой они парковали авто. Все патрульные просто проехали мимо. Я хочу все-таки добиться того, чтобы либо оборудовали правильно свою парковку, так как это согласно законодательству гласит постановление кабинета министров, поскольку за оборудование парковки несет ответственность сам оператор. Это указано в данном постановлении кабинета министров. Пусть они адекватно, нормально оборудуют свою парковку. Не паркуют автомобили под знак, не берут за это деньги, поскольку это не закон. Тогда претензии просто исчерпнуты. Но в данном случае, поскольку полиция не может справиться с этим, я уже готовлю жалобу в прокуратуру. Возможно, прокуратура сможет как-то повлиять на данную ситуацию. И таких парковок очень много. И я надеюсь, что они скоро исчезнут. Из-за вот таких вот парковок под знак на полосу движения просто катастрофически вечером, там обед в будни, здесь нельзя проехать. Здесь ужасная пробка, все стоят. Никто просто не может проехать. Да, я понимаю, существует какая-то проблема, что машин очень много, не хватает места, но вы знаете, куда вы едете. Центр соединяет два района, это поселок Котовского и Теирова. Здесь должно быть всегда движение. Поэтому я считаю, что надо просто все нормально сделать, все согласно нашему законодательству, и тогда уже как-то более-менее будет у нас порядок. Для того, чтобы люди могли сами подойти и оплатить, здесь должна быть указана стоимость парковки за час и все контактные данные владельца данной парковки, как предприниматель. Но, как видим, паркомат не работает просто. Они берут деньги и ложат их себе в карман, не выдавая никакого чека. Терминал просто не работает. Просто, блин. Хотя вот эта штучка горит. Они его умышленно выключили. Я не знаю, но, скорее всего, да, потому что в таком случае они не смогут получать деньги в карман. Дал ему деньги.